Меня зовут Наталья Мельникова, я дизайнер и специалист по керамике. На примере двух тарелок я покажу, как сделать красивую дизайнерскую посуду самостоятельно. Все мастер-классы по керамике начинаются примерно одинаково. Мы берем в руки кусочек керамической массы и начинаем его разминать. С помощью воды я сглаживаю трещины. Масса размякла, стала податливой, теперь я раскатываю ее скалкой. Удобнее всего работать на ткани, потому что ткань впитывает излишки влаги, и так нам легче работать с влажной массой. Чтобы толщина была равномерной, я переворачиваю время от времени мой фарфоровый блинчик. Трещины нужно сглаживать постоянно, иначе они останутся на готовом изделии. Когда вы работаете с керамикой, не бойтесь испачкать руки. Эта масса абсолютно безвредная и легко смывается водой. У меня получился блинчик со среднюю тарелку толщиной примерно 5-7 миллиметров. По бумажным лекалам я намечаю контур будущих тарелок. Для этого по краю нужно пройтись любым острым предметом. Я выбрала тек. А теперь осталось самое интересное – декорирование. Эти тарелки я украшу в технике оттиска. Для этого я возьму силиконовую салфетку и настоящие живые растения. Растения нужно разложить по окружности. Можно использовать не только комнатные растения, но и любые растения из сада или парка. Теперь аккуратно прокатываю скалкой прямо поверх веточек. Оттиски готовы. Теперь я убираю растения. Дополню узор вот такими силиконовыми штампами. Их можно купить в любом магазине для хобби. Поскольку я вдохновилась флорой, я сделаю именно такой текстовый оттиск по центру тарелки. Если у вас нет набора штампов, можно просто выдавить текст от руки. На второй тарелке я тоже делаю оттиск, только кружевной. У меня кружево силиконовое, но в принципе можно использовать и ткань. Вот такой узор у нас получается. А теперь обе тарелки вырезаю по контуру мастихином. Делаем это аккуратно, не боясь. А теперь заготовки нужно поместить в формы. Для этого я использую обычные тарелки. И аккуратно прощупываем дно, чтобы тарелочка встала на плоскость. Теперь тарелки должны просохнуть. Это займет 24 часа. Тарелки высохли, стали белыми и немного уменьшились в размере. Теперь можно покрыть тарелки глазурью. Одна тарелка будет синего цвета, а другая – фиолетового. Глазурь нужно нанести в два слоя. Цвет глазури проявится после обжига. Тарелки готовы, можно отправлять их в печь. Тарелки я аккуратно складываю и обжигаю по одной. Это муфельная печь. Создана специально для обжига керамики. В ней поддерживается температура до 1200 градусов. И обжиг каждого изделия длится сутки. В печи глазурь расплавилась, изменила цвет и заполнила весь рельеф. Этими тарелками действительно можно пользоваться в быту. Но если у вас нет возможности обжечь, можно использовать полимерную глину. Тогда эти работы будут только декоративными. С вами была Наталья Мельникова. Теперь вы можете делать красивую посуду сами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова